МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании «Гомель», у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуску. Старшиня гомельского гарвы конкама Пётр Кириченко провел сегодня прием грамадян. А жахары нового микрорайона и забудовщики обмерковали проблемы, с якими сутыкаются новоселы. Студент машинобудовничьего колледжа распрацавал пальчатку-тренажер. И больше подробязно об этом не только. Старшиня гомельского гарвы конкама Пётр Кириченко провел сегодня прием грамадян. Записаться до керовника городской улады можно было по любым пытаням. Что хвалюет гомельчан, доведалися наши корреспонденты. Необходно шукать усе махчимости, как показать человеку допомогу, особенно, когда ее напынулся в складанной ситуации. Причем это понятие не обмежовывается некой одной тематикой. Оказание адресной допомоги, электрификация гаражного кооператива, регистрация жилого дома, продоставление в аренду земельного участка. Особный блок – реализация декрета номер 3. Гомельчанка Ирина Аджигельдыева, индивидуальный предприниматель, в 2015-м протяглый час хвалила, а там участку податка в бюджет не перелечила. ФЗН заплачен был, пенсионный был заплачен, не было только доходного налога. Меня приписали в число иждивенцев. Поэтому пришла просить помощи, разобраться в этом вопросе. Разгляд этой ситуации занял некольких хвилин. Женщина продоставить устворенную при гарвыконками рабочую группу необходимые документы. Решение будет становчивым. Уличить все обставины и допомоги. Ситуации, в которой трапляют люди, самые разные, а тому и разглядать каждый зворот необходимо индивидуально. Молодого специалиста скоротели сразу после отработки. Работника позволили по скорочению штатов. Женщину не примали на працу по причине тяжеленности. Теперь их працевладкованием займется городский центр занятости, а доплаты сбору на финансование державных расходов вызволить рабочая группа. Наша комиссия все эти вопросы, конечно, будет рассматривать положительно, потому что есть все основания для того, чтобы принять такие решения. Ну и еще раз хочу сказать, что те, кто пока еще у нас не побыл, собирается, пожалуйста, приходите. Поверьте, здесь не только вы получите какую-то квалифицированную помощь, но и помощь конкретную в решении этой задачи и этого вопроса. Поэтому, если так просумировать, у нас уже в городскую комиссию поступило более 1800 заявлений, и подавляющее большинство из них было рассмотрено положительно. Олег Синцюроу, Сергей Нігеревич, Игорь Маришченко, телерадиокампания «Гомель». У «Гомелі» становится традицией проведения одинных джон забудовщика. Мета таких встреч – информование насильства об правилах эксплуатации домов, яке не дав на сдаденную эксплуатацию, а так само мониторных проблем, яке возникают у жильцов. Олег Синцюроу доведался, чим застаются незадоволенные будовники и владельники новых квартар. Забудову 59-го микрорайона, большевядомого у «Гомельчанок» шведская горка, почалась не дитрэгады тому. Огульная жилевая площадь тут повинна перевысить 300 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день засталося побудовать еще 16 домов. В день 2014-го завершение будовництва первого жилого дома у новом микрорайоне. Раз в год и три месяца открытие автобусного маршрута и еще праздник, как и месяц, початок работы первого гандрового комплексу 59-й «Гомельский микрорайон» развивался достатково гудкими темпами и сегодня уже не у всех «Гомельчане» узгадают, что ранее тут находилась заболоченная территория. Иншая справа, что за новыми малявничными фасадами оказалось немало проблем. Улица Пенязькова, 21, жилый дом по таким адресе, о эксплуатацию сдали еще летом минулого года. Или до этого часу значная частка «Кватер» не заселена, в поле дальники протягивают рамотные работы. Причина не только у необходности достатково значных затрат на проведение жилья у парадок, але и немаленький термин, які спотребившися, аббудовники ликвидовали свои недопросовки. Было даже такое, не считая каких-то трещин на стенах, что-то не выведено, что-то не сделано, но считая то, что эти квартиры мы покупали за свои деньги, мы все делали, хочется более-менее идеально, не было даже заглушек на подоконниках. То есть они же входят в комплект окна, правильно? Даже заглушек не было. То есть мелких недостатков было очень-очень много. Ну и устранялись они очень длительное время. Да, и самая распрощаденная проблема, за которой сегодня сутыкается большинство новоселов, великая вельгодность в квартирах. Будовники раучь больше часто очинять в окнах и больше активно выкористовывать оттепление, особенно подчас первой зимы. Разумцем в управлении капитального будовництва погаджаются. Гаэтая проблема выкликана конструктивными недопроцовками. Проектировщики, еще на початковой стадии, свято дома, отмавляются от примусловой вентиляции по мешканню. Не совсем доработана тема герметичности столярных изделий и работы вентсистем. То есть вентсистемы у нас работают естественного побуждения, принудительные вентсистемы, это достаточно дорого, и мы их на жилых домах не монтируем. Сустреча с жахарами новобудовли завершается заповниванием Керавництва Городского управления капитального будовництва разобраться с усими выказанными просьбами и принять меры по выправлению недохопов. Разумцем, забудовщики огучивают и свое бачення причин возникающих проблем. Зараз значную частку товариства уласников означаливаются люди, які в правилах эксплуатации жилых домов мають минимальные веды по управлению капитального будовництва перекананы. Для них необходимо организовать официальные курсы, які не будуть обмежовываться некакими занятками. Уречте, жилый дом – это складанный механизм, керовать, яким повинны профессионалы. Олег Сентеров, Юген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Студент Гомельского державного машинобудовничного колледжа Максим Кирьянов распрацавал пальчатку робот для реабилітації хворых пасля инсульту. До аутера разумной прилады уже звертаються те, кому и она потребна для больших худкого выздоровления. Вы находкой потекавилися и наши корреспонденты. С хильности Максима Кирьянова до робототехники педагоги колледжа стали зауважать, як только кемлевый подлеток пришел учиться. Дякуючи его смелым ИДМ у интернате колледжа машинобудования з'явилися пропускная система и система полива покайовых рослин. Разумная пальчатка – его перша и по кольодийное вынаходництва медицинского призначения. Пальчатка состоит из пяти сервоприводов, четырех вибромоторов для воздействия на нервное окончание. Несколько метров лески, белевых крючков и процессора, который просчитывает все данные и получает команду от компьютера. Створить тренажер, який бы умоцовывал кисти рук и поднимал мышцы в тонусе, подказала само життя. Некий час студент был пациентом кардиологичного центра. Тогда же доведался, на кольки дорого и складано выходится реабилитация после инсульта. На то, как идея Максима увособилась в життя, спотребилась усяго два месяца. Сначала она была одного плана, она визуально не поднимала пальцы, значит, было только таксильных ощущений не было никаких. А потом со временем с работой медиков, совместной работой с поисками аналогов пришли к нынешнему виду перчатки. Большатка-робот будет корыстный пациентам после травм, что обмежевывает функционование кисти в рук. Разумная прилада, сгиняя и разгиняя пальцы, навод, коли сам человек еще не может вырушить рукой. Гумовый тренажер с компьютерным керованием мает несколько режимов и запускается про специальную программу. Я вижу будущее вот этой модели в том, чтобы пациент работал сам в амбулаторных условиях и дома, потому что на стационаре и на стационарном этапе реабилитации мы можем провести только ограниченное в течение достаточно короткого промежутка времени. А человек с инсультом должен восстанавливаться длительно. Это месяцы и годы работы. Створенное гумельским студентам разумное пристосование больше компактное и танное чем аналоги, которые сейчас используются в больницах. Большатки в этом варианте со всеми комплектующими и системой кирования обойдутся прикладно у 50 белорусских рублев. До утра уже завертаются с просьбой продать мини-робота. Однако массовую вытворчность тренажер можно запустить только после технических и клинических выпробований. Заинтересовалась академия, но сейчас мы ведем с ними переговоры. До испытаний нужно провести полную модернизацию устройства. После этого можно говорить уже о испытаниях. А зараз студент-выноходник шука инвестора для дальнейшей модернизации Польшатки и вельми спадяется, что яна зможет допомогти многим людям. Наталья Игнатенко, Марина Джала, Валерия Гапанько, телерадиокомпания Гомель. И опошнее поведомление. Сегодня у эфиры черговый выпуск интерактивного проекта Добрый вечер, Гомель. Тема промога эфира день после 8-го саковика. Гостями вечерней студии будут выключены мужчины, поспеховые бизнесмены, громадские девчатки и узорные семьянины. Те, саправдой, грастицина. И что меркуют про ГТТ, для кого будавництва домов и высаживание древа у справа життя. Про это и не только сегодня поди размова в программе Добрый вечер, Гомель. У 20.30 на телеканале Беларусь 4. Задать свои питанье можно по номере телефона. Промога эфира 37519. ГТ, а так сама иншая новина, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tevergomil.by. Далее у эфиры спортивный огляд с новинами спорту вас познайомит мой коллега Сергей Негяревич.